Тромка, друзья! Товденько не было каких-то любопытных героев, чего-то забавного или что-то в таком духе, и поэтому для вас я нашел интересный репой, который прошел в рамках одного китайского турнира с очень труднопроизносимым названием. Я попробую. Собственно, здесь в плей-оффе встретились два корейца. Это Ла Лайт, который стартует сверху справа, и Сок, который стартует снизу слева. Сок это очень креативный игрок за Альянс, который регулярно показывает необычные стратегии, но при этом в основе всегда какой-то стандарт. Редко, когда он демонстрирует именно что-то прям необычное. А вот с другой стороны, у Ла Ла это есть преимущество. Он эльф, и, соответственно, эльфу гораздо проще реализовывать героев из Таверны, что мы прямо сейчас и увидим. Он ставит поздний алтарь, раннее древо войны, и, соответственно, как бы у него есть возможность сделать больше юнитов перед тем, как начать крепиться. Это особенность этого билда, это особенность героя из Таверны, то, что у тебя больше армия, потому что тебе нужно позже ставить алтарь, раньше боевое здание, и раньше ты можешь заказывать юнитов. Ну, начать заказывать юнитов. Ну, и будет это, как бы, FireWord Naga, как вы уже могли понять по названию. Комбинация достаточно любопытная, потому что она наносит много урона. Ну, и, в принципе, вы сами видите, как её можно реализовать на таком серьёзном профессиональном турнире, на серьёзном уровне, где, как бы, надо именно стримиться к победе. Безусловно, это не так надёжно, как стандарт, но, с другой стороны, как бы, преимущество подобных штук, преимущество подобных стратегий, как раз в том, чтобы удивить противника, подловить его на незнании или, может быть, на плохой адаптации. Может быть, он изначально просто готовился к чему-то другому, потому что, если ты играешь вечно стандарт, ты просто не можешь бесконечно стабильно побеждать. Рано или поздно к тебе будет найден ключик. Ну, по крайней мере, за ночных эльфов это точно так работает, ночные эльфы должны быть гибкими. Фаерлорд первым героем, кар вечно пылающий, ну, хотя бы не пеплобой, венец богородства, просто идеальнейший дроп. Архимаг, с другой стороны, получает большую банку здоровья, он решил сначала закрепить лабораторию, преимущество этого криппинга в том, что герой сразу же получает второй уровень, то есть ауру, и при этом банка здоровья есть. Ну, то есть, как бы, большой какой-то расходник, и, соответственно, понятное дело, это очень прикольно, это выгодно. Одно из преимуществ Фаерлорда, это крутой стартовый криппинг, потому что с этими порождениями лавы можно прям очень круто забирать точки. Например, сильнейший европейский игрок за Фаерлорда, пожалуй, Ход, он много интересных концепций придумал, как и где крипится с ним, даже красные точки может закрепить на втором уровне. Конечно, не на этой карте, но, тем не менее, посмотрим, что дальше будет. Да, как видите, Фаерлорд просто бегает и мешает, в то время как его самоны крипят точки. Таким образом, надавая своему герою, ну, как бы, он получит из этого второй уровень. А, где второй уровень, там и третий. Вот он, второй уровень. Фаерлорд пока ничего не прокачал, сок добил в итоге Огра, получил отсюда перчатки скорости. Вполне себе неплохой дроп, конечно, но, если был бы венец богородства, думаю, сказал бы с большей вероятностью спасибо. Щиты качает для пехотинцев и делает Т2, то есть это одна базовый билд, с другой стороны Т2 также заказывает и лолает. Посмотрим, что будет дальше. Купил сапоги. Вечно пылающий теперь, как бы, быстрее горит, вполне быстрее передвигается. Дальше пошел криппинг, древо войны все-таки дошло. Но проблема в том, что порождение Алавы закончилось. А, нет, повезло, смотрите, как раз сработал тик, и в итоге засплитилось порождение Алавы. И это значит, что чуть больше урона будет. Древо войны танкует весь урон, поэтому все работает идеально, свиток зверя выпадает. Наверное, плохой дроп, если он планирует выходить в медведя, судя по всему, он планирует, потому что ставит дом охотников и делает Т2. Но, как бы, как бы не было плохого артефакта, его всегда можно продать. В этом преимущество Варкрафта, как бы, нивелирование рандома, скажем так. Если тебе плохой дроп выпал, его можно продать. Притается не дать возможность на фонтане восстановить хэп по противнику. Третий архимаг, второй элементаль, это очень опасно. На посхе возвращается обратно фаерлорд. Очень нужно ему добить этого тролля, чтобы взять третий уровень, главное не добить деревом. Контролирует это лолайт, отменили строительство магазина, третий уровень фаерлорда. Ему, возможно, есть смысл восстановить ману для того, чтобы вызвать Самона, но, видимо, ему и так нормально. Нага вторым героем. Можно использовать ледяную стрелу для того, чтобы дед прожал банку здоровья или даже телепорт. Успеет ли это он и сделать. Не хватает, конечно, сапогов Наги. Пытается преследовать. Архимаг, кстати, да, прожимает банку здоровья, потому что он видит, что фаерлорд сапогами, он очень быстрый, и в итоге большой расходник был использован. Очень неприятно. Но, в принципе, играбельно, понятное дело, потому что зато он отменил магазин. Древо мудрости ставит лолайт, делает сразу же Т3. Судя по всему, планирует играть в медведей. Нагу и фаерлорда теперь нужно качать. Тут же ставится кузница, очень позднее, святилище. Это будет, судя по всему, Т2 рифуакаст. Может быть, что-то другое. Может быть, потом он выйдет в рыцарей. Может быть, он сразу же выйдет в рыцарей, даже учитывая, что он поставил лесопилку. То есть он Т3 скоро нажмет. Может, только дерево поднажать. Ну да, возможно, это действительно, как бы, Т3 рыцарей. Вполне себе стратегия на такой карте. Рыцари очень быстрые, на фонтаны убегать легко и так далее. Панда вторым героем. Просто лейтовый герой. Возможно, взял, в первую очередь, потому что панду можно взять здесь и сейчас. И она хороша. Потому что, если ее прокачать, это окно лейт. Но, с другой стороны, конечно, горный король, наверное, был бы поинтереснее. Но, может быть, он боится там... Ну, хотя там точно уже треба мудрости. Это не воздух. Но взял, видимо, потому что, в первую очередь, панда берется здесь и сейчас. То есть ты взял панду, и она уже готова к бою. А горного короля нужно сначала сделать. Пытается, как бы, видимо, виспов наубивать. Но не пошло дело. Магазин построили. Нужно второе требо мудрости поставить также. Нет, смотрите, все-таки Т2 играет. Ну, лицепилка тогда странная. Как бы, лицепилка обычно ставится под Т3. Но он в итоге играет Т2. Видимо, в темп хочет сыграть. И понимает, что его оппонент вряд ли будет играть в великанов. То есть он изначально думал, видимо, что это будут лучницы плюс великаны. Потом он понял, видимо, что это будет, скорее всего, что-то другое. Хотя, с другой стороны, там всего лишь одно древо мудрости. Одно древо мудрости может намекать нам на то, что это великаны. Но он делает медведей. Потому что боится рыцарей. Потому что он не видел стрелков, судя по всему. Короче, тут игроки обманывают друг друга. Ну, или как бы готовятся к худшему. Но, в целом, как бы, у эльфов всегда есть возможность выйти в великанов против стрелков. А вот сок загоняет себя в рамки. Из которых будет очень тяжело выйти в дальнейшем. Хотя он может нажать Т3 просто так, да. Тогда он нажимает Т3 и имеет доступ к рыцарям. Тогда у них равная ситуация. Прийти от сил. Он не загнал себя в ловушку стрелков. Ну что ж, начинается сражение. Сверху находится альянс. Ему проще. Очень мало тут эльфа. Стрелки наносят много урона. Пехотинцы долго живут. Потому что юнит они наносят на толком урона. Потому что они под щитами. Жрецы есть для лечения. Пожалуй, пора уходить отсюда. Да, второе древо мудрости. Мастерство медведем. Ну, великана точно нужно сделать хотя бы одного. Увидел Т3. То есть он понимает, что будут рыцари. Но великана сделать одного, думаю, в дальнейшем надо будет. Но пока что можно масить медведей. Красивое окружение командира. Если тут выпадет какая-то аура на передвижение, то это будет, конечно, мега топ. Шлем доблести. Ну, наверное, худшее, что могло выпасть. Но, с другой стороны, зато как бы крепкий такой герой становится. Броня дополнительная появляется. ХП. Почему бы и нет. Теперь это как бы плюс 5, плюс 5. А не плюс 4, плюс 4. Как все время было. То есть 10 статов. 10 статов это приятно. Но, безусловно, это худший артефакт среди всех, что мог быть. Ведь если это был бы хотя бы медальон храбрости, то был обманан на дополнительные задувки. А так, ну, сойдет. Ладно. Как бы. Зато герой будет медленнее умирать, скажем так. Ой, пришли тут ОСАМОНы. Решили разобраться с работягами. Но, как видите, работяги сами за себя могут постоять. Просто крепится дальше. На год третьего хочется прокачать. Капец. Фэрворд пока не прокачал себе. Ну, и он, скорее всего, не мату будет качать. Потому что нет смысла ему качать пассивку. Ну, не пассивку. Это, знаете, как бы это... Автоатаку, потому что у него сфера есть. А в итоге враг пришел. Нет богословения природы. Поэтому деревья будут быстро падать. Светок телепорта есть. Прожимает, летит домой. Иллюзию вызывает медведя для того, чтобы была массовка юнитов. В итоге, как бы, иллюзия принимает в себя много урона. Есть волшебницы. Они пока без адепства. Поэтому у них мало маны. Но, понятное дело, это шикарный юнит для того, чтобы справляться с медведями. Надо кого-то забрать, чтобы четвертого фэрворда сделать. В итоге красиво добил. Для того, чтобы опыт не дать. Пытается преследовать. По лимиту примерно равная ситуация. Ну, тут панда к третьему идет. С другой стороны, тут нака к третьему идет. Это вторая молния. Тоже очень опасно. Ой, зря элементали отдаёт. Конечно, отдал четвертый уровень фэрворду. Теперь у него вторая анимата. Ну, может прокачать её, по крайней мере. Ну, и забирает. Третий уровень у наги. Очень опасно. Вторая молния, скорее всего, будет. Ну, потому что маны много. Почему бы и нет? Хотя, конечно, нет комбинации бёрст урона. Ну, ледяная стрела зачем? Если можно потом взять просто ядовитую и будет нормально. Немоту наложил на волшебницу. Надежда на то, что это не рассеет. И, судя по всему, не рассеет действительно. Бладмаг третьим героем. Очень любопытно. Видимо, для того, чтобы панде давать постоянно ману. Для того, чтобы высасывать ману из оппонента. Ну, панда, которая постоянно дышит, это, конечно, опасно. Это, конечно, очень опасно. Ну, как видите, хит-н-ран. То есть, как бы, добежал до базы. Купил став. Теряет айти можно. Это настоящий медведь. Става нет. Поэтому никак не спасти. Но омоложение использовали. И омоложение может его спасти. Потому что теперь дыхание его не добивает. Дряды есть. Которые замедляют и могут рассеивать. Очень даже приятно. Ну, там стрелки их разваливают. Правда, стрелков пока что очень мало. И заказываются рыцари. То есть, это будут рыцари-мортиры. Рыцари-мортиры. Жрецы с иннерфаером. Внутренним огнем. Или духовным пламенем, как оно называется еще. Ну, неплохо. Как оно? Духовное пламя называется? А, внутренний огонь. Духовное пламя. Это в старом переводе. Третья панда. Все. Второе дыхание. Супер опасно. Посмотрим, что выпадет из дракона. Если это будет, например, аура паладина, будет топ. Флейта меткости, наверное, тоже сойдет. Но там сзади подходит в итоге эльф. Очень сильно хочет забрать дракона. Здесь альянс. Дракон в итоге падает. Флейта меткости для стрелков. Почему бы и нет? Хотя, конечно, на рыцари не работает. Но, тем не менее. Прожимает цветок телепорта Архимаг. И возвращается домой. Потому что понимает, что он вне позиции. Он окружен. Некуда отступать. Крипы сверху атакуют эльфы. Снизу очень неприятно. Надо пойти забрать последнюю красную точку. Ну, или, по крайней мере, артефакт оттуда эльфу. Для того, чтобы у него хоть что-то полезное было. Амортирый шрапнелью. Гиперопасно. Нужно еще прокачать первый грейд на урон. Черный порох. Он очень дешевый. И хорошенько будет заходить. Два стафа, я так понимаю. Да, два стафа. Очень круто. Стаф это крутой дроп. Крутой артефакт. Который надо обязательно покупать, если есть золото. Потому что, таким образом, вы на дистанции экономите большие ресурсы. Кельталаски и сапоги. Для фаерворда вполне себе дроп. Потому что он лавкач. Несмотря на то, что кажется интовиком по своим способностям. Но он лавкач. Поэтому, как бы, артефакт норм. Для того, чтобы повысить его урон, скорость атаки. Вполне себе неплохо. Хотя, опять же, у него нет ни одной способности, которая скилит его в урон. В плане, там, критов, каких-то башей и так далее. Но, тем не менее. Хрустальный шар позволяет палить, если базу у оппонента. Пропалил. Видит, что нет. Успокаивается. Медведи пока что 0-0. Качает 1-0. Богословения природы пока нет. Древо жизни заказано. Но хрустальный шар это не пропалил. Стафается волшебница домой. У него фу хп уже. Поэтому она может использовать свои способности. Замедление-то, например, какое-то. Сзади подходит. Ну, специально Стаф, но для того, чтобы замедление использую. Но там есть, если что, пост к телепортации. А Гортного Короля нет для того, чтобы сбивать телепорт. Убьет ли? Стаф. У-у-у. О, слушай, а Стаф сбивает. Слушай, а вы знали об этом? Я вот не знал. Стаф сбивает. Не мотуб. Прикольно. Прикольно, не знал. Всегда узнаю что-то. Варкрафт такая, знаете, необъятная игра. Ты всегда узнаешь что-то новое, я вас уверяю. Я знаю кучу профессиональных игроков, которые постоянно... Ну, не постоянно, но время от времени узнают что-то новое и удивляются чему-то. Потому что игра просто необъятна своими механиками. То есть тут столько нелогичных моментов, которые нужно тупо знать. Вертолеты для разведки. Почему бы и нет? Бегать, летать по всей карте. Спалил строительство Древа Жизни. Пропалил что-то на базе. Видит Т-3. Видит прокачанные колодцы. Отсутствие богословения природы. И оно не качается, потому что Мэйн не двигает своими ручками. Это значит, что экспант будет медленно идти, у него мало брони, его можно попытаться убить. Пехотинец отдал свою жизнь за то, что узнал. Но в итоге он зато дает шансы. 55 на 52. Там только медведи дриады. Поэтому в теории сок должен разрывать это, если нормально будет микрить. Пока что у него только 2 стафа, но 2 стафа тоже норм. Древо Жизни. Есть мортиры, поэтому урона много. Учитывая, что там брони мало. Постоянно задувка. Кстати, без паров. То есть там пассивку он взял. Для того, чтобы всю ману тратить исключительно только на... Слушай, прикинь. Он Астрау не прокачал. Он прокачал феймстрайк первого уровня. Дыхание. Пока что слишком больно распределяется урон. И, соответственно, по тем же виспам мало зашло. Феймстрайк первого уровня пока что. Мы видим, что позиционка у эльфа Аховая. То есть он ничего не может убить. А сам постепенно теряет... Ну и пока что не юнитов, но хп на юнитах. С другой стороны, если виспы грамотно зайдут, будет окей. Ну там не все потеряли ману, но некоторые кастеры ману действительно потеряли. Мортиры смогут ли развалить дриад? Заканчивается хп у медведей. Как же грамотно микрит эльф. Просто обратите внимание. Но мы видим, что они все равно не доходят. И многие заканчиваются. Маны есть у панды. Может еще отдыхнуть один раз. Желательно, конечно... Ой, там не травы! Ой, там не травы! Убивают медведей! Какой кошмар! Или все-таки как панда пытается отдыхнуть. Надо убить дриад, дриад, дриады, мортиры. Мортира есть. Она пытается стрелять. Ставь есть на панду. Панда вернулась домой. Дриады ультрабобитые, но при этом еще живы. И это главное. О, а это нужно быть поосторожней. Ну и в итоге какая-то страшная ситуация. Очень страшная битва. Но вроде как эльф не проиграл, по крайней мере. Хотя потери у него просто аховые. Очень много медведей. Но многие были ставнуты. Но их медведи заказывает. И главное, что у него есть древо жизни. Он может закрепить точку, поставить базу. И ему будет нормально. Но с другой стороны, альянс сейчас просто пойдет в атаку. У него третий бладмакс. Во-вторых высасывание маны. Долго, правда, будет восстанавливаться здоровье его панды. Потому что его ставнули. Очень много времени это займет. На посохе пытается уйти. Мана высасывается. Но, опять же, контроля никакого нет. Это проблема. На фонтане восстанавливает свое здоровье. И все правильно делает. В гуманоидной форме также находится большая часть медведей. Долго, по крайней мере. Потому что в гуманоидной форме у медведей быстрее восстанавливается мана. И для того, чтобы как раз вне боя находиться выгодно в их форме. Ну и плюс можно омоложение использовать. Так, есть панда. Вообще ей не помешало бы купить посох в телепортации. Для того, чтобы постоянно возвращаться на поле боя после става. Ну, хотя став, опять же, это не эльфийский. Тебе нужно некоторое время постоять, подумать, пиво выпить. Здоровье восстановить. А потом только начинать действовать. Немота на Бладмага. Из-за этого он не может высасывать ману. Пятый фаерворд. Третий немота на нем. Поэтому она страшная. Она очень долго работает. Особенно, если ее не снимать. Фоимстрайк только первый. Панда будет пытаться дышать. Все под энерфайром. Это тяжело рассеять. Потому что триад мало. Мортиры пытаются стрелять под триадом. Молния просто какая-то... Суперэффект был какой-то, да? Грамотный микрит сок. Многие медведи разваливаются. Мортиры куда-то хрен пойми куда идут. А, они могут пытаться триад убить. Но, как видите, из-за этого подставляются. И вечно пылающий кар на них смотрит как на красную тряпку. Но мы видим, что медведи заканчиваются. Нет маны на еще одно дыхание. Нужно добить этого чувака сзади. Вроде должен. Красиво, красиво. Двух медведей одновременно добил. Пытается медведя здесь тоже забрать. Да. Угу. 30 хп. Минус. Красиво. Четвертая панда. А где четвертая панда, там и пятая скоро. А пятая панда это уже мое уважение. И в итоге эльф так экспант не поставил. Альянс мог камбэкнуть. Ну, не камбэкнуть. Но имеется тут как бы полностью восстановиться после проигранной предыдущей битвы. И теперь он может пойти дальше. Бить экспант. Он видит вертолетом, что он до сих пор не сел. Он видит, что нет богословения природы. Поэтому он быстро может его убить. Странно, что черный порох до сих пор не прокачал. Может быть для рыцарей какие-то апгрейды делал. Нет, никаких рыцарей он не качал. Ну и как же стафы работают красиво, а? Пока что только два стафа. Третий тоже можно будет потом купить. Сколько золота осталось? 1300. Очень мало. Видимо нужно копить золото на экспант. Древо жизни пытается отступить. Но походу не в этот раз. Быстро будет оно падать. Сами видите, как оно разваливается на мелкие кусочки. И в итоге золото уходит в никуда. Эльф пока восстанавливается. Вы сами видите, как мало эльфа. Из хороших новостей у него хорошо прокачанные герои. Пятый с половиной фаерлорд. Леди серпентера. Четвертый с половиной уровень. Скоро к пятому пойдет. Значит это будет третья молния. В итоге просто забирает эту точку. По красоте пятый архимаг будет. Это значит он будет третий элементаль. Или третий аура, что тоже вполне себе резонно. Но третий элементаль сойдет, потому что там дырят очень мало. И соответственно тяжело будет рассеивать аж третьего элементаля. Рыцарь. О, не успел стафнуть. Очень обидно. Потому что юнит-то дорогой. Терять вообще ни одного рыцаря не хочется. Особенно когда ты покупаешь стафы специально для этого. Под колодцами конечно с эльфом ночью воевать такое себе удовольствие. Наверное все-таки нужно отойти. Подождать день и потом только действовать. Может быть экспант поставить. Точка-то закреплена. Вертолет пропалил. Снизу есть ли какая-то скрытая база. Видит, что ее нет. Надо стафать рыцарей. О, а эту с другой стороны нужно нормально микрить. Он в принципе ночь под колодцами. То есть он должен себя нормально чувствовать. Насколько это возможно. Пускай его и меньше по лимиту. Но смотрите как он рыцарей разваливает. А сок тупо не доконтраливает. Уже двух рыцарей отдал на пустом месте. Крустальный шар выпал с той точки. Попитые медведи конечно. Волшебницы есть, которые должны замедлять их. И они не смогут отходить до колодцев. Красиво задувает панда конечно. Раненые медведи отходят. Нужно на колодцах восстановиться. Еще один стаф. Эльф красиво микрит. Не отдают юнитов. И только я это сказал. Сразу погибла триада. Но триада не юнит. А вот медведь это мое уважение. Ну, шутки шутками. Но медведи важнее сейчас. Я просто к этому говорю. Блин, великан капец. Хочется здесь его сделать. Но с другой стороны и рыцарей много. Но он рыцарей убил много. Но там два восстанавливается. Четвертый выходит. Еще и дрессировка животных будет. Еще и тяжелые клинки сделает. Поэтому великан вообще жить не будет. Но для того, чтобы создавать хаос в бою, конечно, одного великана можно сделать. Тем более есть много медведей. Можно омоложением восстанавливать ему хп. Начинается. Древо войны. Собственно, пока что отступает, а не воюет. Стыд да позор. Мортиры. Панда потеряла половину своего хп, но есть неуязвимость. Новый рыцарь подходит. Древо войны уничтожено. Можно проходить дальше. Но ночь. Колодцы восстанавливаются. Колодцы с грейдом. Поэтому вообще это опасно так-то. А где все эти медведи, которые были? Исследование завершено. Вот они, видимо, сверху. Ну да, вот все правильно. Мортиры выносить в колодцы. Это супер грамотная идея. Мортиры, конечно, без черного пороха. Но, тем не менее, урона у них очень много по иннерфаерам. Если виспы грамотно зайдут в кастеров, это будет страшно, конечно. Но, как мы видим, грамотное дыхание не подпускает. Пытается развалить элементалий. Пятая нага. Это значит, что есть третья молния. Плюс еще очень скоро будет шестой победитель огня. Мы давненько не видели его ультимейта, который действительно может помочь в профессиональном матче. Возможно, это сможет он сделать, потому что нет все-таки никакого контроля. Нечем забивать вулкан. Поэтому это та ситуация, когда это может сработать. Ой, какой красивый иннерфаер. Жак только первого уровня. Был бы второго. Маккрови пытается отойти. Много очень урона наносит, конечно, фаерлорд. Медведи. Такая толпа прям. Нужно убить. Есть шестой. Сразу же вулкан. Да, нужно вулкан сжимать. Мана-то есть. Не, ну, видимо, он посчитал, что медведи слишком побитые. И, типа, ну его нафиг. Слушай, главное, чтобы фаерлорд не погиб. Став есть. Да, стафает. Очень побитые медведи. Очень страшная ситуация. Очень побитые дриады. Вообще, на фонтан хочется уйти. Да, вот, используют вулкан. Вулкан очень полезен стал с последними патчами, когда это апнули. Потому что он теперь наносит урон только врагам. Вы сами видите, какой хаос в рядах Альянса он сделал. Это заставляет уйти Альянс. И позволяет медведям уйти на фонтан. Работяги погибли. По красоте просто. Еще уносит, сколько юнитов забрал. И пора отсюда уходить. Главное, чтобы Нагу не отдал. Нага скоро будет шестой уровень. Да, вулкан спас игру эльфу. Пока что. Да, он время. Чтобы Альянс отошел, восстановился. Но в это же время эльф может отойти и восстановиться на фонтане. Начался день. Кооцы не восстанавливаются. Ну, да, вот только что начался день. И теперь уже начинается проблема. Нужно закупаться искусственной ночью. Плохо, что все это время это не делал эльф. Но у него золота просто нет. Мейн перекапывать особо не хочется. Потому что быкосувения природы нет. Альянс тоже не ставит базу. Ситуация страшная. Восстанавливается эльф. Восстанавливается Альянс. Рыцарем прокачал... Нет, тяжелые клинки не прокачал. Кстати, только дрессировка животных. Но, видимо, считает, что это не надо. Потому что там нет юнитов средней броней. Поэтому тяжелые клинки не нужны. Панда. Ее бы до пятой раскачать. Беда пятого уровня. Для того, чтобы было третье дыхание. Оп. Рыцаря на халяву забирает по красоте. Приятно. Много опыта получит Нага. Но, с другой стороны, зато прибежали на мейн к эльфу. И тут колодец упал на халяву. Там мортиры есть. Поэтому здания будут очень быстро падать. Армия возвращается обратно. У них 1-0 грейды. Волшебница появилась. Но нет времени их забирать. Фаерлорд вернулся обратно. Главное, чтобы он не погиб. Есть магазин. Ультимейта пока нет. Полторы минуты. Но чуть меньше. Медведи сзади подходят. Но нужна поддержка. Нага. Боже, как же тут зеленый альянс, на самом деле. Но, может быть, если эльф как-то сможет дождаться своего вулкана. И торнадо, может быть, если он грамотно используется. Он просто, как бы, выключит часть юнитов противника из боя. И выиграть это сражение. Все-таки у него медведи фухопешные. Могут много урона нанести. Главное, виспов еще как-то подвести. Ну, виспов, тупо нет, ноль виспов у эльфа, да. Очень плохо, что нет виспов, конечно. Хотя бы инерфайер, как бы, распределить, убрать противнику. Было бы неплохо. Но посмотрим, что будет. Ждет вулкан. 40 секунд осталось. Наверное, зря принимает сражение. Но посмотрим, может, сможет выиграть. Сзади фаерлордом сражается. Очень много урона получает. Там второй уровень у феймстрайка. Нага пытается отойти. Раненый медведь пытается уйти. Панда очень побитый. Если Панду прогнать, сражение будет хорошо. Или убить какого-то героя тоже будет хорошо. Невидимость от волшебниц круто заходит. Нага пытается преследовать. Нага может забрать здесь Панду. Панда! Да какого черта шестой уровень? Сейчас у... Торнадо! Торнадо! ГГ! Жми! Йогарды бабай! О, да! Да, блин, торнадо после матча по факту. Но Вулкан спас игру, кстати. Реально. Вулкан прогнал противника. Дал возможность эльфу восстановиться. Абсолютно без шуток. Вулкан спас игру эльфу. Такие дела, друзья. Очень крутой матч, я считаю. Надеюсь, вам понравилось. Потому что это такой профессиональный, крутой, необычный Варкрафт. Поэтому спасибо, что посмотрели. И респект всем, кто досмотрел до этого момента. Всем приятного дня!